Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет называться так. Сделает ли он первый шаг в ближайшее время к примирению? Давайте посмотрим. Вы можете загадать срок, но не загадывайте, от полгода до года не надо. Самый маленький срок, это месяц-два, ну, больше не надо. Итак, давайте посмотрим. Расклад – это общая одна позиция, она подходит абсолютно всем, и мужчинам, и женщинам. Самое главное – услышьте то, что вы должны услышать от меня, хорошо? Это очень важно. Поэтому, если то, что с самого начала, я буду говорить, будет все резонировать, значит, смотрите расклад до конца. Если вы чувствуете что-то здесь не то, информация вообще не ваша, не надо смотреть, хорошо? У меня есть второй мой канал, называется Яна Гюрер «Варианты судьбы». Заходите туда, выбирайте любую позицию, там все по вариантам, и слушайте. Итак. Сделает ли он первый шаг к примирению в ближайшее время? Давайте будем смотреть. И сегодня я немножко формат, ну, хочу немножко поменять. Я буду гадать на нескольких колодах, и вообще не знаю, что сейчас будет, но самое главное, чтобы информация шла правильно. Вот это самое важное. Итак. Итак. Как он видит вас сейчас? Я прям с вас начну. Девочки, какой он вас видит сейчас? Кто вы в его глазах? Как он вас чувствует? Как он вас понимает? Вот какая вы у него? Ого. Как он вас видит еще? Угу. Еще. Как ваш мужчина видит вас? Ого. Ну, отлично. Посмотрите, какая вы воинственная. Посмотрите, какая вы воинственная. Еще. И девятка Пентакли. Отлично. Вы в его глазах? Жанна Дарк. Понимаете? Я не знаю. Екатерина, блин. Вы та женщина, в которой сочетается абсолютно все. И женское, и мужское начало. Он вообще в шоке от вас. От того, что никогда в жизни таких женщин не встречал. Вы та же круче, чем его мама. У вас такой характер. Вы та же круче, чем его мама. Во-первых, здесь, может быть, многие находятся на расстоянии. То есть, вы или в другой стране, или в другом городе. Это во-первых. Во-вторых, вы такая женщина, которая в жизни абсолютно добились всего сами. По девятке Пентакли. Но я ее никуда деть не могу. Я должна ее прочитать, как есть. Да? Девятка Пентакли. Вы женщина самодостаточная. Сами себе все заработали. Машину, квартиру. У кого там дача, яхта, самолеты, пароходы, гелендвагены. Но я утрированно говорю. Но многие понимают, что я хочу сказать. И вы стали. Многие, опять же, многие имеют 2-3 высших образований. Многие всю жизнь ездят по странам, переезжают. Ищут для себя самое лучшее, выгодное. Потому что голова работает. Мозги есть. И жить хочется шикарно и хорошо. Кто-то из вас очень рано встал на ноги и стал обеспечивать практически себя и свою семью. Если вы, например, из многодетной семьи, то вы как старшуха, например, уже поднялась и быстро бизнес открыла. И давай остальных кормить. Кто-то из вас имеет свое хозяйство. Дом на земле. Копается там огурчики, помидорчики. Хозяйство свое. Там кроликов разводит. Курочек, яйца собирает каждое утро. То есть вы такая женщина деловая. Понимаете? Деловая. У кого-то питомцы свои есть. Там кто-то разводит, опять же. Кто-то, может быть, кошечку, собачку имеет тоже. Вы красивая. Вы за собой смотрите. Гардероб красивый. Одежда хорошая. Макияж. Вы себя видите такой, какая вы есть. Вы можете быть очень конкретной, прямолинейной, строгой, ответственной. И говорите всегда так, как есть. На черное черное, а на белое белое. У вас нету полутонов и серости в башке. У вас, знаете, как два полушария. Одно черное, другое белое. Вы так и мыслите. Это говорите на белое, говорите белое. На черное говорите черное. Здесь у меня, кстати, идут практики. Практики, кто занимается, да. И, кстати, достаточно даже успешный. У меня здесь есть женщины-медики. Хорошие медики. Медики от Бога. У меня здесь есть адвокаты. Юриспруденция, да. То есть, юристы меня здесь смотрят. Меня здесь смотрят люди, которые имеют непосредственно отношение к металлу. Металлу, работы с металлом. Сюда входят и парикмахеры, и повара, кстати, тоже. Они тоже работают с металлом. Здесь идут у меня, кстати, и те, кто работает в интернете. Интернет, соцсети, электричество, программирование, бумаги, документы. Кто-то что-то печатает из вас, фотографирует, может быть, да. Карьеру вы делаете успешную, сразу скажу. Успешную. Я сейчас говорю, что он о вас думает. Это не мои слова. Это я вам сейчас перечитываю, рассказываю то, что он мыслит, думает о вас. Как он вас видит. Что вы очень сексуальная, очень энергичная. Но к нему на данный момент вы находитесь в какой-то враждебности. Потому что вы его сейчас как будто на дух просто не переносите. Вот он вас такой видит. Она меня сейчас терпеть не может. Вот не может меня терпеть. Если я сейчас появлюсь и скажу привет, милая, она меня пошлет, блин, в темный лес. Откуда я выхода просто не найду. Эта женщина, кто-то из вас здесь на машине. Постоянно за рулем сама. Или постоянно ездит в переездах, разъездах каких-то. Вот он вас видит такой. Вы сейчас, у него олицетворение такое сильное, мощное, храброе, смелое. Никого не боящаяся женщина. Грамотная, умная. Которая, палец в рот не клади, откусит по локоть. Он вас даже где-то сейчас боится. Потому что вы такая очень сильная. Сильная, одним словом. Которая, все, я понеслась. Он даже, знаете, что думает сейчас о вас? Что вы не сидите почему-то дома. Что вы работаете постоянно. У вас вот карантин для всех, только не для вас. Вот он так и думает. Она даже на карантине не сидит дома. Она постоянно где-то разную ездит, что-то там добивается сейчас для себя. Работает или что-то делает. Она не сидит дома. Вот он так думает. Так. Давайте посмотрим. Сделает ли он первый шаг к примирению? Сделает ли он первый шаг к примирению? А хочет ли он с вами помириться? Потому что он вас боится сейчас. Очень сильно боится. Сделает ли он первый шаг к примирению? Сделает ли первый шаг к примирению? Ой, как он боится вас, девочки. Очень сильно боится. Он не знает, как вам подойти с этим своим примирением. Он уже просто, знаете, что хочет? По колесу фортуны, чтобы сама ситуация разрешилась. Чтобы вы как-то вместе где-то столкнулись лбами. Или там, я не знаю, как-то звезды сошлись, знаете, в астрологии, по гороскопу, как-то все, вот планеты так сошлись, что Венера с Марсом поцеловались просто на каком-то там определенном дне, лунном цикле. Сделали друг другу, и мы опять вместе. Он как-то вот так вот хочет, понимаете? Потому что он вас боится. Он боится вам написать. Он как будто боится вас вообще. Хочет ли он примирения с вами? Ну, конечно, хочет. Ну, хочет, но он не знает, как это сделать, как подступиться, как, как. Как? Потому что он считает, знаете, что я виноват. Я виноват. И как мне теперь к ней подступиться? Это, знаете, как знает кошка, чьё мясо сожрала, да? И теперь боится, боится подойти. Потому что вы ему такое там скажете, типа, чё надо? Пошёл вон и всё остальное, да? А он не хочет это слышать. Ему это больно будет и неприятно будет. А он же с вами помириться хочет. И он прям шанса ждёт, шанса. Какие-то у него уже были шансы на примирение с вами. Он их профукал. Профукал. А теперь шансов уже нет. И он прям ждёт, ну, дай мне шанс, судьба. Прошу тебя. Не пожалей добра. Да? Как в песне. Дай мне снова шанс, чтоб я был с этой женщиной. А зачем ему этот шанс? Зачем он вообще с вами хочет помириться? Зачем? Пусть отпустишь у него других женщин, что ли, нету? Или другую может найти? Зачем? А, он вас хочет, девочки. Он именно вас хочет. Он вашу фигуру, ваше тело, ваш запах забыть не может, девочки. Не может забыть. Вы та женщина, которая просто его соблазняете постоянно. Вы та же, знаете, иногда возбуждаете его тем, что его к чёртовой матери отправляете. Его ещё больше возбуждает. Понимаете? Здесь мужик не любит, когда всё всегда сладко. Он любит, чтобы с горчинкой, с перчинкой что-то такое было, да? Здесь как гурман мужчина у нас. А зачем ему примирение с вами? Зачем ему примирение с вами? Ну, потому что он себя чувствует с вами очень хорошо. Вы прям та женщина, к которой он подходит. Как я говорю всегда. Шурупчик гаечки прям подошёл. Вот у него шурупчик гаечки подошёл, да? Вы же такая сексуальная. Ой. С вами же так классно. Кем он может насытиться в полном смысле этого слова? Только с вами. Потому что никакая другая женщина ему больше не даёт этого насыщения. Только вы. И ещё знаете, здесь какой момент есть? Здесь какой момент есть? Здесь мужчине нельзя полностью всегда открываться. Если ты полностью ему откроешь, всё дашь ему то, что он хочет, ему потом наскучит. Он начинает на голову садиться. Здесь мужчине надо, знаете, по чуть-чуть давать. Вот по чуть-чуть. Не перекармливать собою. Здесь ваша ошибка, девочки. Вы можете мужика перекормить. Делать этого нельзя. Не перекармливайте его. Давайте ему себя по чуть-чуть каждый раз, чтобы он всегда был голодным. А здесь такое ощущение, как будто вот мужик изголодался. Прям, понимаете, изголодался. Мясо он хочет, мясо вкусного. Девочки, нельзя так давать. Так давать, как вы даёте, нельзя. Надо по чуть-чуть. По чуть-чуть. Понимаете? Потому что он сейчас голодный. Голодный и опять хочет, чтобы вы его прям полностью вот рядом с ним были. Кто, у кого здесь был постоянно секс мощный? Вот нельзя больше так. Кто здесь постоянно переписывался в переписках и всё вот прям на него, я не знаю, там, взрывал ему мозг своим темпераментом, своими словами, чувствами? Нельзя так, девочки. Вы чего мужика перекармливаете? Потом ему скучно становится с вами. Здесь именно нужно мужика держать вот в определённой дозе. Написали два слова, и всё, исчезли на неделю. Потом опять написали что-нибудь, два слова. Так же и в постели. Не надо во всех позах сразу, в течение часа. Не надо. Сегодня одна поза. Через час вторая поза. Через три часика третья поза. Знаете, как я всегда раньше приводила пример Шахаризада? Знаете, как она шаха вот этого своего мутузила? Он же всем там голову пообрубал. Потому что те все женщины давали ему сразу, ну, сказки, там, сказки они ему рассказывали, да? Сразу ему неинтересно, уже к утру, да, всё, она всё, что можно рассказать, она рассказала. Всё, отрубите ей голову. Но она мне уже неинтересна. А Шахаризада его кормила постоянно новыми сказками, да, каждый, каждый вечер до утра. Вот с вечера до утра рассказывала ему сказки. И она рассказывала ему так, что ему постоянно было интересно. И когда уже после тысячи одной ночи он сказал, что я не буду тебя убивать, я на тебе женюсь, потому что я без тебя уже не могу. Девочки, видали, как баба мужика довела? Ну, вот здесь так же надо. Вот здесь точно так же надо мужика довести до кондиции своими сказками. А вы ему сразу, чтобы ему угодить. Слушайте, ну кому вы собираетесь угодить? Мужику, им всегда всё мало. Поэтому нужно кормить завтраками всегда. Сегодня по чуть-чуть. Там через день ещё по чуть-чуть. Не перекармливайте. Не надо закармливать, чтобы ему потом неинтересно было. И отправлять его лесом. Зачем это делать? Надо всё под контролем. Спокойно, хорошо. Не растрачивать себе всё сразу. И чтобы ему потом постоянно было с вами только интересно. Надо быть загадкой. И о непрочитанной книгой загадочной нужна, да, должна быть женщина. Понимаете? В ней должна быть таинственность. Понимаете? Таинственность всегда. Не раскрывайтесь перед ним полностью. Ой, ладно. Идём дальше. Ну, вот здесь ошибка в ваших отношениях. Это то, что вы сразу и всё. Так, смотрим. На примирение придёт он или на примирение пойдёте вы? Потому что у меня есть женщины, которые вот нетерпеливые. Они же сами поедут. Где будут стучаться? Ещё через крышу залезут, скажут, милая, открой, я хочу к тебе. Давайте посмотрим, кто же первый придёт на примирение. Вы или он? Кто первый придёт на примирение? Вы или он? Так. Давайте я скажу так. Ни вы, ни он, пока не готовы идти на примирение. Он не хочет, потому что он боится. Он не знает, как подступиться. Потому что он знает, что он виноват. И ему стыдно. Он не гордый. Ему просто стыдно к вам сейчас идти первому. А потому что вы ему сейчас всё выскажите. Какой он подонок и так далее, и так далее. Ему не хочется это слышать. Вы не пойдёте по той причине, что вы тоже очень гордая. Вам это нафиг не надо уже к нему первой идти на примирение. У вас уже планы поменялись наполеоновские. И в ближайшую пятилетку как бы на примирение с ним идти у вас это не входит. У вас другие дела. У вас заработок. У вас работа. У вас там по покорению этого мира. Ещё такие-таки планы. Но поэтому вам это пока и не нужно. И вы вообще его уже не рассматриваете как своего мужчину. Вы уже как-то нацелены на кого-то другого. У меня здесь девочки, которые уже думают, ну всё, я сейчас выйду с карантина. Я себе быстро другого мужика найду и без проблем. Здесь у меня уже тоже так девочки думают. Давайте всё-таки посмотрим, а примирение-то у вас будет или нет. Нужно примирение с ним смотрим. Может быть, у вас и примирение уже с ним не будет, а? Так, смотрим. Примирение там будет с этим мужчиной у вас или нет? В конце-то концов. Иерофант. Ну, иерофант никто не уходил. Это ваш мужчина. Это ваш или супруг, или мужчина, который уже должен быть вашим супругом. Да, любовь. Примирение будет. Однозначно будет. Потому что, да, конечно, шанс ещё будет вам дан. И по дьяволу вы друг к другу тянетесь. Примирение у вас будет, говорю, сто процентов. Если вы смотрите на бывшего мужа, он явится. И никуда не денется. Или вы, может быть, как-то вот с ним сойдётесь, да? Я не знаю как, потому что здесь всё-таки не показывает момент, кто кому первый придёт. Сила пока об этом умолчивает. По той причине, что она сама ещё не знает, как она вас ведёт. Но то, что она с вас ведёт, это сто процентов. Потому что вы и по дьяволу привязаны, и шанс вам ещё будет дан. И вы с ним идёте, как одна семья. По-любому. И любовь между вами есть. У кого-то ребёнок есть, ребёнок вас связывает. Или должен быть ребёнок, ещё не родившись, он должен быть, понимаете? И вам к этому ещё больше будете привязаны. У вас, то есть, будущее-то с ним есть. А как, кто кому придёт? Ну, не показывает. Значит, ещё рано. Я задаю вопрос раньше времени. Сила пока ещё сама не знает, как она это всё раскрутит, вырулит. Ну, примирение будет. Так что, потерпите. Давайте я, знаете, как вы задаём вопрос? Да. Давайте посмотрим примирение. Сейчас у нас что? Апрель, да? Апрель же? Хорошо. До конца апреля примирение будет между вами? До конца мая будет у вас примирение? Ну, и давайте до июня. Хорошо. До конца июня будет у вас примирение? До конца апреля, да. У кого-то кто-то кому-то приедет. Дорога открыта, движение, да. Есть возможность на примирение, да. До конца мая? Да, сто процентов. Вот он сам, король кубковый, который к вам идёт со своей любовью. Ну, кубковый, это не обязательно, что он будет водного знака зодиака. Это неважно. Здесь человек идёт вам со своей любовью, со своими чувствами. На это обратите внимание. А не на знак зодиака. Поэтому на вопрос, да, он придёт. В мае месяце, да. Конца июня будет ли у вас примирение? Ну, шанс будет, да. Кому-то шанс будет, да, на примирение до конца июня. Да. Я же говорю, и сила показывает, что вы с этим человеком помиритесь. Вот такой был расклад, девочки. Всем желаю счастья, удачи. Пусть у вас будет всё хорошо. Пусть ваши отношения восстановятся. Ну, вот так вот как-то смешно восстанавливаются. Но интересно, правда? Идеальных отношений нет. Поэтому будьте счастливы. Пусть у вас будет всё хорошо. Берегите себя, своих близких. И до скорых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok